всем привет сегодня я для вас с юлей кто не знает это моя ученица она тренируется у меня дистанционно уже примерно год подготовили для вас большой подарок вы давно просите снять видео где мы покажем как берем девочку примеру с нуля юля конечно не было жиробасом или дрыщем было обычным человеком просто захотела тренироваться на сейчас сама вам расскажет и на определенном этапе решила выступить на соревнованиях живет она вашем тайне и тренируется как я уже говорил дистанционно но вот приехала за неделю до соревнований к нам в орландо мы немножечко вставить позирование обо всем об этом вы увидите мы вам расскажем сейчас на данный момент до соревнований остается 3 дня мы снимаем для вас видео чуть попозже вы узнаете естественно какое место заняла юля и заняла ли она вообще что-нибудь а сейчас она вам расскажет потихонечку я буду задавать вопросы как она вообще решила заниматься вообще в каком возрасте ты вообще решила заниматься именно вот своим телом в тренажерном зале вообще постоянно у меня было как периодами у меня было я ходила в спортзал когда я приехала в америку я ходила в спортзал подписалась на мембершип конечно же как и все американцы и я просто не знала с чего мне начать я не знала как мне заниматься мне не было куда программ я бегала все на беговой дорожке сидела в тренажерах и половину я даже не знала как использовать и мне это очень быстро надоело я потом пробовала очень много разных других фитнесов между каких-то групповых направлений до группы и вот как в спортзалах обычно бывает мне тоже не приносили удовольствие потому что инструктор как правило вообще не обращает никакого внимания потому что много людей потому что очень много людей да и все это быстро быстро происходит и ты решила заняться именно может уже более грамотно в тренажерном зале да у меня как-то постепенно все это шло но я уже рассказывала видео выкладывал что я участвовала и в очень популярном проекте бешеная сушка и тогда наверно первый раз до меня дошло что я уже тогда понимала что я хочу мышцы мышечную массу потому что я была уже куда на тот момент я спросила несколько килограмм у меня не было вот того рельефа который я хотела и уже в процессе этой бешеной сушки я поняла что такими упражнениями которые давали там я не смогу ничего нарастить и я помню я еще подписалась на несколько инстаграмм марафонов и там как раз вот девушка тоже довольно таки известная она мне дала вот эти упражнения приседания я помню установые тяги то есть дала уже более-менее грамотные да 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 но это все я делала дома и потом я совершенно случайно наткнулась на канал Егора и я ему тогда задала вопрос могу ли я делать упражнения дома нет большинство таких вопросов приходит да и ты мне сказал что нет я подумала ладно тогда запишу спортзал и записала спортзал и как раз тогда я тренировал таню и я увидела тогда насколько она изменилась насколько вообще она была неплохая но конечно после того как мы стали с ней заниматься именно настоящим силовым тренингом не домашние упражнения и питание более-менее наладили таня конечно изменилась это в живую конечно казалось еще лучше все замечали я захотела тоже самое и обратилась к егору и начала свои тренировки мне конечно было страшно особенно первые разы в этот спортзал ходить я не знала что где и постепенно постепенно я снимала себя на камеру как мы говорили люди боятся что как-то не смогут но я не раз уже говорил что когда вы снимаете себя на камеру особенно если у вас есть тренер он вам подскажет вы будете учить теоретическую базу и смотря на свои ошибки со стороны вернее смотря на себя вы сами уже будете видеть свои ошибки и это гораздо лучше чем вам тысячу раз кто бы что не сказал что вы что-то делаете неправильно потому что когда вы знаете как делать технику теоретически и смотрите на себя со стороны мозг по-другому это воспринимает мозг уже как смотрели фильм крикуны вот сам компьютер сам этот искусственный механизм он будет настраивать то есть наш мозг будет настраивать вашу технику уже даже независимо от вас я так думаю что это наверное на уровне подсознания уже работает ну сейчас тогда потихонечку будем задавать вопросы и самый главный почему ты вообще решила выступить на соревнованиях зачем тебе вообще это нужно было какая была твоя мотивация мотивация была наверное взять себя на слабо я много ну не много но некоторые поступки в своей жизни именно так и делаю я себя пытаюсь как-то вытащить из своей зоны комфорта потому что по-другому никак и у меня были страхи очень сильные по поводу моей внешности у меня вот это всегда в голове сидело что неуверенность какая это была и для меня это был такой шаг вот я переступила его и Егор меня тоже наверное подтолкнул в какой-то степени то есть я говорила Егору что хочу участвовать в соревнованиях но у меня это как-то плавало я не была уверена когда и вот мы разговаривали когда последний раз он мне сказал давай вот в апреле соревнования и сначала было страшно а потом я втянулась как-то думаю ну ладно уже пошла на этот шаг уже поздно отказывается на самом деле у нас было именно под на подготовку очень мало времени два месяца всего если бы к примеру на текущую форму юли знали что хотим выступать на соревнованиях по-другому подготавливались конечно взяли бы где-то период в шесть месяцев подошли бы к этому более плавно Расскажи что-нибудь тогда вот как изменилась твоя жизнь после того как ты приняла решение что все я вот выступлю на соревнованиях с точки зрения там психологии может быть с точки зрения отношения твоих друзей близких на работе жизнь конечно изменилась больше людям интересно позитивную сторону или в негативную или мне кажется в позитивную но не может в негативную а как позитив да она стала как-то более дисциплинированная конечно немножко пришлось поменять свое расписание немножко пришлось поменять свои приоритеты потому что и так же многие говорят что я слушала это не от одной выступающей спортсменке что нужно также подбирать время потому что не всегда есть подходящее время у кого-то дети или там не знаю свадьба например конечно ты будешь готовиться к соревнованиям но если так подходить то как ты знаешь можно никогда не найти время всегда найдется причина чтобы что-то не делать нужно находить возможности все таки ты молодец все таки нашла в себе силы возможности тем более знаем тебя и переезд был сложный из одного штата другой молодец а изменилась ли твоя жизнь в плане вот социума потому что большинство боится что если вот начнешь заниматься захочешь выступать то многому нужно отказаться от многого тебе придется отстраниться изменилась да но опять таки я переехала в другой штат и да я познакомилась с новыми людьми и конечно мне хотелось ходить куда-то с ними и еще такой интересный момент я подметила что каждый раз когда намечалась какая-то встреча выход какой-то да всегда это связано с едой еда выпитки да что-то и вот бывало иногда очень сложно объяснить и придумать куда можно еще пойти что можно еще сделать к сожалению вот это самое сложное что люди в основном своем большинстве многие в принципе вообще не тренируются они занимаются спортом и в компании объяснить человеку я уж не говорю там почему ты не бьешь а почему ты к примеру не можешь есть это или это это вообще очень сложно я думаю это не важно живешь ты в россии в америке в какой-то другой стране и многие смотрят на тебя немножечко как на фрика в штатах наверное по другому чуть-чуть в америке немножко люди более но думают все равно то же самое что и русские давай поговорим тогда сейчас о еде насколько сильно изменилась твоя еда как ты вот именно начала готовиться в соревнованиях да с едой тоже интересно получилось потому что как его рассказала было очень мало времени на подготовку и все это можно сказать спонтанно произошло и у меня еще отпуск был я приехала в отпуск в феврале буквально на 5 дней но естественно когда уезжаешь в отпуск то что невозможно соблюдать никакую диету особенно когда вот эта еда вкусная море море да отдых конечно хочется отдохнуть расслабиться и первые три дня я себя пыталась ограничивать честно но потом это не получилось потом я набросилась на пороженое и тебя уже подруга останавливала подруга да у меня даже есть фотография компоментирующая с куском торта это хорошо но это было все равно поначалу потом ты же вернулась уже это было поначалу да и насколько я знаю ты довольно дисциплинированно была хотя мы не считали ни калории не считали ни углеводы да мы ничего не считали но я вернулась в воскресенье и получается с понедельника я уже резко села на диету мы убрали все углеводы и я до этого момента вообще не представляла насколько льда может производить такой эффект на организм как она вообще влияет на мозг на состояние на гормональный фон да ну скажу сразу мы экстремально так делали тоже не на протяжении всех этих месяцев мы немножко поднимали уровень углеводов опускали чередовали убирали на какое-то время совсем его и это действительно сказывается на психическом состоянии или расскажет вам наверное какие у нее были трудности с этим потому что мозг еда это все-таки наркотик когда вы резко себя чтоб чего-то решать лишаете это не есть хорошо поэтому я кстати не сторонник различных там вот марафонов бешеных сушек это сказывается на здоровье крайне негативно на юлином здоровье это наверняка тоже как-то сказалось она вам расскажет но если бы мы делали это хотя бы пять месяцев то конечно негативные реакции были бы нивелированы не такими были бы яркими не так сильно проявлялись какая у тебя помимо психологической составляющей как-то сказалось на твоем здоровье да у меня цикл не так давно когда мы уже совсем все на самом деле то что пропадает цикл это нехорошо для любого возраста девочки который он уже начался но мы быстро его вернем или потом расскажет но все-таки никому не рекомендую если вы хотите планируете выступать на стороне все-таки возьмите больший срок особенно если никогда этого не делали и плавно себя подводите к этому а на волосах на кожу на ногтях как-то это сказывается нет на удивление у меня в принципе нет проблем никаких с кожей с волосами и не было я не заметила никакого эффекта в основном был эффект именно настроение очень сильно у меня были очень редкие перепады настроения и были такие дни когда я бросить не было такого нет ни одного дня ни разу ты не подумала что зачем мне это нужно это лучше брошу нет молодец то есть у меня крутилось это в голове но я узнала что я этого не сделаю у меня просто был такой день я помню я даже тоже записала это на видео когда мне казалось что все вокруг меня осуждают смотрят на меня и думают боже мой зачем она себя так мучает да и меня и спрашивали все и на работе говорили тоже у тебя же нет жира куда тебе еще худеть хорошо тогда так вопрос поставим насколько страшно вот это сидеть на диете как вот это все описывают ты ожидала худшего или тебе это наоборот более легче удалось чем ты этого ожидала я не знала чего мне ожидать было тяжело до до сих пор тяжело но мне кажется сейчас я уже привыкла мозг привыкает конечно ко всему привыкает да и сейчас пока я в Орландо нахожусь у меня готовая уже еда компания специально мне привозит контейнеры то есть у меня 4 бульема пищи на день да мы договорились обсудили какая должна быть еда что в каждой порции должно быть но опять-таки углеводы не считали просто составили где-то углеводов нет где-то их немножечко следим только по форме по фотографиям я отслеживал состояние юли да и я уже привыкла то есть у меня еда без соли спасалась я приправами различными но даже сейчас вот у меня одна порция я помню была соленая они ошиблись да ошиблись да она была с солью и я уже оказалась сильно уже соленой да и я что самое интересное не испытала какого-то там супер вау но как вкусно нет ну еда еда то есть я и без соли уже могу есть на самом деле наши вкусовые рецепторы сейчас настолько убиты вот пищевой промышленностью что мы не чувствуем вкуса еды попробуйте вот даже поесть яйца огурцы и помидоры без соли и вы уже где-то на четвертый на пятый день удивитесь насколько это другой вкус совершенно вы начнете чувствовать вкус именно продукта а не соль это делается до того ну опять-таки пищевая промышленность бизнес когда мы кушаем соленое а сейчас еще используют сразу же и соль и сахар чтобы бить по всем рецепторам тебе хочется больше есть ты хочется пить не зря кола бесплатно во всех в америке один раз заплатил и потом пьешь целый вечер именно потому что чем больше ты выпиваешь этого напитка тем больше ты можешь съесть а правильнее стоит сожрать и американцы многие так и делают пьют пьют жрут жрут пока вот не разрастаются в таких состояний кстати вот где ты работаешь к примеру в россии ходит такой мир что здесь прям все все очень жирные нет здесь действительно друзья есть очень страшные люди но также очень много и красивых симпатичных людей у тебя на работе вот больше нормальных людей или ненормальных так скажем у меня больше нормальных больше нормальных еще я бы сказала что это от штата все таки зависит от штата зависит да вот я раньше жила в колорадо колорадо вообще считается самый худой штат в америке то есть он номер один потому что там очень много различных видов спорта то есть летом это походы в горы там кемпинг горные велосипеды зимой это лужи очень много есть чем заняться конечно есть такие штаты как Алабама Миссисипи где конечно у них более такой расслабленный образ жизни и они более толстые как вы видите мы стараемся максимально подробно искренне правдиво рассказывать обо всех ситуациях со всех сторон рассматриваем подготовку к бикини чтобы вы могли уже сами самостоятельно принять решение нужно вам это не нужно потому что на мой взгляд это должно идти от вас не от тренера не от вашего окружения а именно только от вас расскажи нам тогда такой вопрос многим будет интересно какие добавки спортивные ты принимала на протяжении подготовки у меня был стандартный набор это протеин BCAA и аргинин для роста мышц и также витамины комплексные витамины ничего сверхъестественного а вот ты упомянула что специи использовала в приготовлении еды какие-то определенные или какие вот в магазине находила ну это уже по вкусу кто как любит паприка я не знаю ну полезные в общем такие полезные да ну в них калорий нет поэтому можно сыпать сколько угодно по тренировкам мы тренировались тренируемся и будем тренироваться в основном всегда базово если добавляли какие-то изолирующие упражнения то только в конце после базовых это основное правило без базовых упражнений таких как приседы тяги невозможно не нарастить мышечную массу и что самое главное когда человек на диете Юля знает особенно если человек не употребляет никаких запрещенных веществ теряешь все и жир и мышцы а если неправильно подходить если делать в основном изоляцию если делать очень много классического кардио то преимущественно будете терять мышцы но нам нужно сохранять максимум ягодичных мышц бицепса бедра что крайне сложно делать на диете и именно базовые такие упражнения помогают это делать по той простой причине что организм чувствует что ему нужны мышцы для того чтобы выполнять тяжелую работу и он начнет потихонечку их сохранять но все равно настраивайтесь на то что вы будете терять как ты перешла вот именно на базовый тренинг потому что как я понял ты рассказала раньше все равно тренировалась как-то хаотично да были ли у тебя проблемы вот именно с техникой наверное были как у всех то есть конечно это были для меня новые упражнения я не знала как их делать но я снимала себя на камеру плюс я еще на youtube искала примеры выполнения этих упражнений но опять таки здесь нужно быть осторожным потому что разные видео разные тренера говорят абсолютно разные и тут тоже уже надо знать где искать на чьих каналах смотреть видео не боялась ты вот такая хрупкая девочка за свою спину как всех пугает там что подмоночник опасно для позвоночника приседы тяги не болела ли у тебя тем более я знаю у тебя сколиоз нет на удивление наоборот я стала себя намного лучше чувствовать намного увереннее я стала уже сейчас уже по предшествии года я уже чувствую связь мозг мышцы то есть когда я делаю упражнения определенные я уже чувствую какая мышца работает и что самое главное я выкладывал у себя в инстаграм может и здесь тоже покажу фотографии спины Юли когда она только начинала и потом сколиоз реально уходит кто бы что ни говорил и это естественно связано с тем что вы тренируете ваши мышцы мышцы все равно будут выдавливать насколько это возможно чтобы позвонки кости становились более в свои физиологические стойки скажем так но если вы являетесь родителем обязательно просмотрите проверьте своих детей не должно быть сколиоза и как только если вдруг появился вот в детском возрасте его можно исправить во взрослом с ним можно только научиться жить и как-то пытаться облегчить это поэтому как будет жить ваш ребенок во взрослой жизни зависит только от вас сейчас как родителя это ваша ответственность лучше всего делать обычную простую гимнастику отжиматься от брусьев подтягиваться ничего сложного нет а если есть проблемы то сходите к терапевту он вам даст направление и вы сможете спокойно пройти бесплатно абсолютно восстанавливающий корректирующий наверное комплекс лечебной физической культуры это очень очень важно да кстати наверное это заболевание у меня наверное тоже было одной из причин почему я решила заниматься потому что мне абсолютно не нравилось как я выгляжу я не знала что делать и врачи я не знаю как сейчас но раньше никто никогда не говорил идите в спортзал никто никогда не говорил потому что врачи не знают они как размышляют если ты получишь какую-то травму лучше он тебя домой на диван посаде чем разница для ответственность тем более что к сожалению в основном все наши врачи в поликлиниках это люди которые ну отучились до мединститутах но на практике никогда не сталкивались с такими проблемами с людьми которые хотят заниматься при определенных проблемах и если у вас есть в городе какая-нибудь серьезная спортивная команда я рекомендую найти общих знакомых познакомиться со спортивным доктором врачом этой команды это обычно всегда очень грамотные люди и они вам подскажут как и что делать с той или иной проблемой да и в америке вот тоже интересный момент я здесь тоже ходила к врачу когда я ее спрашивала по поводу спортзала то есть здесь врачи более дают как на выбор пациента она мне говорит она мне сказала ты можешь делать в принципе все что хочешь врач так тебе сказал да конечно они дают рекомендации в основном что они говорят обращайте внимание на то как вы себя чувствуете если какое-то упражнение доставлять комфорт лучше от него отказаться и я помню у меня был такой момент когда я начинала делать становые тяги с весом у меня были был дискомфорт в пояснице но потом он пришел и все хорошо ну и Юля конечно делает экстензии в начале тренировки гиперэкстензии в конце гимнастику мою если не обманывает делает утром и вечером это все очень очень важно растяжка обязательно об этом будем делать конечно отдельные ролики отдельные выпуски пишите ваши вопросы комментарии кстати подписывайтесь на инстаграм юли она там тоже выкладывает свою жизнь свою подготовку и так далее и